девчонки всем привет это очередное видео пустых баночек у меня так как накопилось их очень очень много это будут пустые баночки за ноябрь и декабрь потому что я по моему в ноябре не показывала пустые баночки в общем у меня их было тогда немного а сейчас уже так накопилось если вам интересно такое видео то оставайтесь со мной накопилось их у меня полная коробка такая поэтому начнем я буду кратко о всех продуктах понравилось или нет буду покупать и пользоваться дальше или нет и постараюсь кратко об этом обо всем так первое что я хочу показать это опять же тоник от 100 рецептов красоты увлажнение и свежесть я им уже пользуюсь давно уже больше наверно полугода и но мне нравится этот продукт он на осень такую холодную на холодную весну еще и на зиму подходит мне допустим мне он подходит он не сильно щипет лицо он вообще можно сказать не щипет лицо потому что я допустим в нем не ощущаю никаких спиртов так что из-за этого на зиму и я его и приобретаю пока ничего другого не нашла пользуюсь вот этим но если найду что-то другое то что мне понравится конечно же я не буду покупать уже вот и вот этот вот тоник но могу посоветовать для тех у кого сухая кожа навряд ли он подойдет в общем для жирной нормальной кожи мне кажется вот это вот самое она так еще у меня закончились не закончились а в принципе я их уже заменила это два вот таких вот спонжика одним я вот пользовалась недавно его заменила потому что он уже такой вот я не знаю как вам показать вот видите он такой уже конкретно поюзан и в общем он еще такой влажноватый вот влажном мокром виде он вот такого вот размера и вот этот вот он сухой конечно как коржик который у меня был до этого самый первый спонжик который я купила качество у него получше потому что вот я его в принципе уже поменяла все но он нигде не поломался не порвался как вот этот так что довольно таки неплохо это какой-то китайское производство было я покупала а это уже именно наше производство какой-то там белоруссия в общем украина наверное я не знаю точно в общем закончились два таких спонжика сейчас я без них не представляю своей не то чтобы жизни а своего ухода за лицом так и раз уж мы начали с лица я покажу вам еще несколько продуктов это у меня продукты извиняюсь за шум это продукты у меня такие вот от чистой линии бюджетные довольно такие закончились у меня два крема под глаза чистой линии о 26 лет это у меня чистый экстракт медуницы много уже раз говорила о нем я только и мы пользуюсь пока ничего другого я не пробовала и как-то боюсь пробовать но вот если я даже что-то покупаю новенькая то у меня должна быть вот эта вещь потому что если мне что-то новое не подойдет не понравится там или как-то потом корректор консилер ложится не так то у меня и должна быть всегда вот эта вот вещь вот этот крем под глаза чтобы не оплошать так сказать вот два тюбичка закончились так еще у меня закончился скраб от чистой линии абрикосовые косточки я в общем ужас я его пока допользовала это не знаю для меня какая-то каторга было он мне нравится все но я не знаю он настолько надоел мне уже что я еле его допользовала я уже и на тело его пользовала и на лицо и я не знаю и я знаете что заметила что вот этот именно ядреный скраб он мне именно мне подходит где-то вот период в общем теплые времена года это теплая весна это лето и теплая осень еще он мне подходит вот когда сейчас я его допользовала он никак то я не знаю вот эффекта от него не то что никакого но мне маловато его что ли было я точно сказать не могу описать свои вот ощущения но на холодное время года мне он как-то не подходит вот сейчас я пользуюсь таким же скрабом только с малиной и как-то я была в сомнениях буду ли я пользоваться малиной это или нет но он мне понравился вот именно на зимний период для меня это самое то вот это вот это только вот такие вот теплые времена года для меня но хорошая вещь я думаю все они знают не то что думаю я уверена в этом все пользуются но еще раз хочу сказать что да супер вещь так еще для лица у меня закончилась вот это вот мицеллярная водичка от лореаль тоже ей была довольна я уже не раз говорила о том что я пользуюсь ей только смываю косметику с глаз с лица как бы мне не нужно я умываюсь довольно таки интенсивно спонжи мне в этом помогают и мне не нужно как бы смывать косметику какими-то вот такими вот средствами но для глаз во первых это довольно таки экономично все используется если я только с глаз снимаю и во вторых мне он просто очень нравится так еще у меня тут закончился крем я как-то показывала его в покупках это у меня от невской косметики крем для лица увлажняющий для сухой чувствительной кожи граната я уже говорила о нем что он мне понравился что я от него без ума была да это действительно так крем офигенный но опять я его приобретала осенью и пока еще осень была такая вот более-менее как бы холодная но она не было с морозами такими вот ядреными этот крем хороший но когда пошли такие морозы уже конкретные он у меня как-то скатывался как-то в общем и увлажнения мне этого было мало так что вот для сухой кожи я могу посоветовать его на летний период теплую еще осень весну но вот именно для жирной кожи я могу осенью сну только посоветовать такую уже немножко прохладненькую пользоваться было приятно запах хороший действия его тоже мне нравились потому что после того как я наносила его наносила сверху косметику и когда мне нужно было смывать косметику кожа у меня была гладкая поэтому я в принципе довольна этим средством могу также посоветовать закончились у меня три маски от эйва это планета спа очищающая увлажняющая и питательная я их брала как раз тогда когда я еще не пользовалась никакими такими вот средствами мне не было ни скраба не масок никаких я никогда таким ничем не пользовалась и мне было интересно просто попробовать вот когда я их приобрела я попробовала мне конечно они понравились у меня был восторг но есть довольно такие и бюджетные маски которые работают даже лучше чем вот эта вот вещь потому что я брала их по скидкам где-то за 17 гривен ну вот органик шоп к примеру тоже стоит 17 18 гривен и эффект у них получше чем у этих масок вернее эффект у органик шоп лучше чем у эйван так что вот в принципе неплохо кто любит эйван я могу посоветовать но хочу сказать что обратите также внимание на какие-то бюджетные маски которые продаются в обычных магазинах еще мне для лица закончился вот такой вот крем от эйван кир мне он очень нравился это у меня сейчас скажу питательный крем для лица с соевым маслом и витамином е я им была довольна просто вот мне в период летний осенний весенний вот сейчас зимой я его допользовала вот этот вот крем на ночь питательный в любое время года мне подходит после него какая-то вот гладкость на лице ты чувствуешь что лицо напитана я не знаю конечно насколько тут состав хороший но мне нравилось то как этот крем ухаживает за моим лицом и другого мне в принципе не нужно было так что вот закажу себе еще еще осенью я пользовалась салициловой кислотой я вам говорила об этом и сейчас я ее не пользуюсь только потому что она мне начала не то чтобы подсушивать лицо но какой-то у меня дискомфорт возникал от того что я протираю лицо салициловой кислотой это мне кстати одна процентная я перестала ее пользоваться стала пользоваться вот этим вот тоником и у меня кожа стала намного лучше у меня не было шелушений конечно вот от вот этих вот средств от салициловой кислоты но кожа какая-то была у меня слишком деревянная слишком упругая такая знаете вот прям никакой мягкости никакой гладкости она у меня становилась немножко пористой и такой прям дубовая вот она прям деревянная какая-то было мне там не очень нравилось поэтому я решила что я буду салициловой кислотой пользоваться в теплый период там летом к примеру так вот и дешево и сердито поэтому зимой это не вариант здесь баночках по 40 миллилитров и одной баночки мне хватает где-то почти на месяц там несколько дней не хватает до месяц еще такой уход для лица можно так сказать это как бы для наших губок тоже закончился у меня от эвелин на бальзам для губ я уже говорила о нем что он хороший все здесь входит состав ма масло сейчас не найду а масло какао ланолин камфора ментол состав неплохой в общем в принципе бальзам неплохой мне он нравился но когда этот тюбик долго лежит ну как долго вот я там не пользуюсь к примеру каждый день а пользуюсь через день и вот стоит ему день полежать и когда вы начинаете выдавливать то вытекает масло сначала потом уже через несколько нажатий вытекает начинает вылазить сам бальзам и мне это не очень нравилось так в принципе неплохой у меня это запахом клубники был я была довольна запахом его действием потому что смягчал губы но вот это вот дискомфорт когда масло выходит потому что ты не знаешь куда его настолько много выходило что ты не знаешь куда его девать либо на губы либо салфетку вытирать в общем всегда когда пользовалась этим бальзамом нужно чтобы была рядом салфетка потому что вот однозначно будет вытекать масло еще не закончился вот такой вот бальзам это бальзам от неве pure natural ромашка и календула сейчас таких бальзамчиков не вижу почему-то но бальзам неплохой и подходит он мне только на осень весну вот такой вот период времени года потому что на зиму он не сильно хорошо увлажняет губы не то что увлажняет он должен питать губы но питание маловато вот именно на зиму хорошо вот именно он осенью весной а так я ему уже нашла в принципе замен хороший бальзам могу посоветовать еще у меня закончилась жидкость для снятия лака это у меня на готов классический я знаете я не заморачиваюсь по поводу того чем не смывать лак поэтому я покупаю вот это вот и довольно после до высушивает ногтевую пластину но после того как я пользуюсь вот этим средством я пользуюсь либо кремом для рук специально ноготки мажу кремом для рук либо есть любое масло которое можно воспользоваться смягчить кутикулу так что я не заморачиваюсь пока не заморачиваюсь может потом до меня дойдет когда-нибудь но пока вот это вот вещь для меня как бы нормально еще у меня закончился крем для рук от иван кер это у меня идет увлажняющий крем для рук и ногтей с глицерином кальцием и витамином е запах здесь розы был в общем 100 миллилитров тюбик большой хватило мне его надолго не помню на сколько месяцев пользовалась им только дома довольна была этим кремом но вот что-то крема ты вам хорошие крема я ничего не хочу сказать но а попробовав крем от organic shop не они почему-то больше нравится но эти неплохие тоже скажу они очень хорошие хорошо смягчают ручки все торгами чтоб не нравится больше честно но вот этот вот кремик тоже вот от иван кер крема у них тоже неплохие и для тела у меня закончился крем-суфле по моему это для тела от planet spa все я думаю знают эту этот именно крем-суфле здесь 200 миллилитров было в общем запах вот до конца использовала запах был обалденный такой вот именно трюфелем пахла в общем каким-то вот молочным шоколадом я довольна была этим средством я не знаю почему все его ругают вернее я знаю почему все его ругают вкус и конечно у всех разные это во первых во вторых некоторые люди я уверена пользовались и не так как нужно я расскажу просто как я им пользуюсь и я хочу потом тоже его заказать потому что мне очень нравилось по крайней мере на зиму это вот такая вот вещь сейчас скажу почему консистенция у него была густая очень и когда вы его наносите вот к примеру на ноги я наносила после депиляции там после удаления каких-то волос я наносила на ноги их смягчала кожу брала совсем чуть-чуть не горстки хватало такой не полная разносила вот на две ноги это этого бывало многовато но он быстро впитывался впитывался до такой степени что мне казалось что у меня ноги не увлажненные но не было зуда какого-то раздражение ничего такого не было значит кожа у нас смягченные второе после того как я ощущаю что крема в принципе на мне нет практически я как-то расстроилась когда пользовалась поначалу и но потом на следующее утро я просыпаюсь трогаю свои ноги и о боже мои ноги гладкие шелковистые они мягкие они такие вот прям именно именно мягкие они такие я не чувствовала не ощущение липкость у меня не было ничего вот просто какая-то вот мягкость кожа настолько напиталась что она потом просто была такой вот мягкой напитанная и мне это очень нравилось вот честно да конечно если наносить на все тело то может быть и не понравится этот эффект но я не наносила на всю тело мне допустим на верхнюю часть тела хватает обычных каких-то лосьонов для тела там которые просто немножко увлажняют кожу потому что я не пользуюсь супер интенсивно увлажняющими средствами в общем это средство для меня супер попер особенно на зиму я просто от него в восторге и хочу заказать еще будут ждать скидки очередной потому что за его обычную цену как бы я не хочу его покупать потому что для меня это дороговасто но вещь неплохая офигенная советую попробуйте если вы не пробовали и если вы пробовали то попробуйте его именно наносить так как я рекомендую чуть-чуть именно по чуть-чуть наносить и растирать его нужно втирать и попробовать на следующий день как вам кода с каждым днем там если вам для вас это многовато и кожа ваша слипкая кажется то уменьшайте просто количество нанесения и все но само вот это вот средство просто для меня супер и перейдем к продуктам для волос закончился шампунь вот такой я им пользовалась несколько раз но все остальное время у меня его до пользовал парень ему он очень понравился и запах после мытья оставался так довольно таки надолго и промывал хорошо общем он ему нравился думаю может быть что нибудь приобрести там из других запахов но именно вот этот вот у меня это идет яблоко и олива укрепляет волосы написано для нормальных волос в общем ему он подошел мне не подошел потому что жирнил мои волосы но ему подошел и я рада еще для волос у меня закончился органический уход вот эти два средства которые я вам показывала как-то покупочках закончился шампунь и бальзам это у меня серия планета фирма вернее планета органика это у меня финская серия здесь у меня написано что бальзам и шампунь для ослабленных волос и чувствительной кожи головы на основе органического экстракта морожки и арктической полыни в общем я довольна этими средствами было мне просто нравились во первых запахи офигенно надолго оставались запахи после этих двух средств волосы мягкие я довольна этими шампунями и бальзамами мне они нравятся хочу что-то попробовать может другое в общем собираюсь тоже приобрести что-нибудь но пока не спешу пока у меня есть сульфатные шампуни я ими довольна и может быть потом попозже приобрету а а и Субтитры подогнал «Симон»